Всем привет! Пришло время раскрыть главную тайну фонда SCP. Пришло время узнать, кто же управляет этой могущественной организацией и кто как за ниточки дергает всем аномальным миром. Довольно часто можно увидеть в текстах по SCP упоминание совета О5. Буква О – это первая буква слов оверсир или овервотч, то есть смотритель в переводе, а цифра 5 – это самый высокий уровень допуска в организации, с которым владельцу такого уровня открыта любая дверь. Выходит, если дословно переводить на русский, будет совет С5, хотя обычно, когда переводят дословно, пишут совет смотрителей О5. Совет О5 состоит из 13 человек, от О5-01 до О5-13, ну или не совсем человек, когда как. В остальном разные каноны сильно между собой расходятся, потому в этом видео я попробую, как и во всех подобных роликах, сшить все кусочки самым непротиворечивым образом. И поможет мне в этом, конечно же, мультивселенная, множество параллельных миров, которые существуют одновременно и друг с другом взаимодействуют. В каждом из них совет О5 появился по-разному, но везде основная роль О5 – это, конечно же, управление фондом. Можно сказать, что весь остальной фонд SCP выстраивается вокруг Совета О5, который голосованием решает все вопросы его жизни. О5 в основном не работает с аномалиями сам, а только лишь раздает указания. Так как члены Совета являются очень ценными сотрудниками, самим же Советом было придумано правило о том, что никому из них нельзя взаимодействовать с тем, что хранит фонд. Однако некоторые исключения есть. Например, в основной вселенной, ну то есть той, которая как бы наш мир, Совета О5 использует SCP-006, фонтан молодости для того, чтобы омолаживать себя. Несмотря на то, что члены Совета не видят аномалии сами, каждый из О5 знает все тайны всего, что хранит фонд. Советники единственные в фонде, кто имеет полную картину происходящего, знает, что и зачем делается. Никто, кроме них, не знает о существовании объектов класса Таумиэль. В то же время о самих членах Совета в самом фонде не знает практически никто. О том, что О5 вообще существует, сотрудникам становится известно только после получения второго уровня допуска. Да и то, те, кто все же имеет возможность общаться с О5, чаще всего могут делать это только по электронной почте, по телефону или видеосвязи. Встретить кого-то из О5 лично практически невозможно даже для директоров зон и главных исследователей. А другие сотрудники чаще всего могут слышать и видеть О5 только по односторонней связи в виде размытого изображения на экране или голоса из динамика. Данные о том, кем именно являются члены Совета О5, недоступны никому и сильно различаются. Само существование Совета покрыто толстым слоем домыслов и слухов. Одни говорят, что Совета О5 просто нет и никогда не было. Другие считают, что Совет был уничтожен повстанцами хаоса. Находятся и те, кто верят, что в О5 заседают пришельцы. Иногда говорят, что все члены Совета О5 бессмертны. Об этом написано в одном из вариаций SCP-001 под названием «Мертвые люди». Однако это опровергается многими другими данными. Довольно часто можно встретить информацию о том, что они все же стареют и умирают. Так что «Мертвые люди» это скорее всего просто один из ложных SCP-001. Ну или если следовать теории о том, что в каждом мире свой SCP-001 О5 состоит из бессмертных людей только в одном из таких миров. В основном же мире они старели и умирали до 1991 года, когда после распада СССР фонд захватил SCP-006 фонтан молодости, находящийся недалеко от Астрахани. Для всех остальных Совет придумал байку, что воды из SCP-006 страшно токсичны и погружаться в него можно только в скафандре. А сами члены Совета значит регулярно там купаются и за счет чего вечно молоды. До этого события большинство из них проживало обычную человеческую жизнь. А так как история фонда длится минимум сотни лет, эти люди часто менялись, и многие из них даже не один раз. Некоторые умирали от старости, некоторых убивали. А например, О5-4 когда-то был превращен коварным доктором развлечудовым в свою живую игрушку-марионетку, господина коллекционера. И когда это обнаружилось, был заменен другим человеком. К слову, двое других О5-4 были убиты. Какой-то прямо несчастливый номер в Совете. В плане игр с мультивселенной больше всего отличился О5-2. Ведь в одной из реальностей это София Лайт, ученая фонда из другой, переставшая существовать вселенной. Которая была уничтожена по ее вине. Вот так. Чтобы попасть в О5, достаточно уничтожить какой-нибудь мир. Некоторым удается попасть в О5 и более простыми путями. О5-6 как-то стал просто выдающийся агент, который участвовал в несчетном множестве операций организации. А титул О5-10 какое-то время носил киллер, которого фонд часто нанимал для своих дел. Когда освобождается место для нового члена Совета, его выбирают голосованием другие. Из множества кандидатов, в списке которых обычно оказываются выдающиеся и необычные сотрудники фонда. Самый загадочный член Совета это О5-13. По одной из версий его не существует вообще. В 13-й голосе вся работа дополнительного смотрителя переходит от одного участника Совета к другому. По другой версии это мощный и совершенно искусственный интеллект. Также по фонду ходит байка, что когда-то фонд SCP смог пленить саму смерть и заставил ее работать в качестве советника. Наиболее правдоподобная версия, что 13-й это некий Джозеф Тамлин, который в результате неизвестного события рассинхронизировался с реальностью и время от времени появляется в облике разных людей. Меняя свое обличие при каждом своем появлении. В общем состав Совета не постоянен и под каждым номером в разное время могут скрываться разные люди. А ведь и в других мирах, где есть фонд SCP, тоже есть свой Совет О5. В некоторых из них отличие от основной реальности незначительно. Например, где-то О5-1 это сам основатель фонда-администратор. Хотя в основной реальности он в Совет не входит и участие в жизни организации не принимает. В том же мире Совет О5 появился из группы исследователей под названием Омега-5, которые придумали способ изменить саму ткань пространства и времени. А в мире консенсуса, например, Совет О5 даже по своей сути совсем другая организация. Сам мир консенсуса отличается тем, что прошлое в нем было стерто, а история перезапущена. В том мире в О5 вошли главы важнейших организаций стертого мира, чтобы следить за тем, как будет жить и развиваться мир новый. Так или иначе, Совет О5 это главный хранитель тайн фонда. А во многих измерениях и мирах также и главный источник всех аномалий. Выходит, что в каком-то смысле Совет О5 это и есть главная аномалия. О5 это главный объект, который содержит фонд. Аномальные люди, которых сам администратор прячет от остального мира, внушая им, что у них тайная миссия. Совершенная тюрьма, из которой не хочется бежать. Таинственный Совет О5 оказывается не только руководит фондом и хранит его тайны, но и является его пленником, не имея возможности отказаться от своих обязанностей. Большинство из себя 001 так или иначе говорят о том, что сам Совет О5 или создает все аномалии, или имеет под управлением какую-то сущность невиданной силы. Как например в серии рассказов Ураборос, показывается, что О5 заключил сделку с существом, которое обещает безопасность их мира в обмен на возможность уничтожать другие. Или может сам Совет состоит из всесильных сверхъестественных сущностей, а хитрый администратор внушает им идею, что они находятся на страже нормальности мира и обязаны заниматься своей работой или умереть. В итоге все члены Совета О5 приглядывают не только за фондом и тем, что он хранит, но и друг за другом. Некоторые из О5 все же догадываются об этом и бегут. Например, сбежал один из тех, кто был О5-4. Еще О5-7. Также сбежал, основав в своем мире повстанцев хаоса. Сбежал один из тех, кто был О5-12. Вообще из фонда бежит подозрительно много О5. По всей видимости, это происходит, когда они узнают слишком много. Что-то такое, что заставляет их это сделать. И некоторых из тех, кто пытается уйти из О5, убивают. Причем делают это другие члены Совета. В рассказе под названием «Я ухожу» говорится, что любого из О5, который замечен в желании уйти, устраняют. Однако в этом же рассказе показано, что самому первому, кто занимал пост О5-12 отцу доктора Брайта, Адаму Брайту, удалось уйти из фонда, просто подав в отставку. Да еще и пропасть из поля зрения фонда, затерявшись где-то в мире. Так произошло потому, что другие люди, состоявшие в О5, слишком уважали Адама Брайта и не решились его убить. Так что хитрый план администратора иногда дает осечку. А может и нет. Ведь бегут из О5 чаще всего к повстанцам хаоса. А те, в свою очередь, одержимы идеей того, что необходимо уничтожить этот совет для того, чтобы спасти мир. Так что, может быть, все существование повстанцев это лишь часть плана администратора по содержанию О5 в огромной камере содержания под названием «Фонд SCP». Всем пока!